До 400 исторических зданий Петербурга могут быть снесены в ближайшей перспективе. Об этом сообщает интернет-издание Фонтанка.ру. Тверская область тоже время от времени теряет дома, представляющие собой историко-культурную ценность. Причем нередко такие постройки сносят под видом реставрации или капитального ремонта. Однако, к счастью, есть и обратные положительные примеры. На одном из таких объектов побывала наша съемочная группа. Наверное, немного найдется в Твери таких зданий, которые бы за время своего существования так разительно меняли свой облик. Дом на Дементьево-33 в начале 19 века, когда эта улица носила название Скорбящинская, был сначала деревянным, потом выстроен в камне. Затем по красной линии улицы к нему добавился флигель, а еще позже и нынешний центральный объем. Но самые разительные перемены произошли после войны, когда от комплекса остались одни стены. Поменяли отметки перекрытия двух вот этих флигелей, часть, вернее, главного дома и флигеля, часть опустили. Вот здесь вот все наоборот задрали и переделали полностью всю архитектуру вот этой центральной части. Появился декор, который не имел никакого отношения к первоначальному объекту. В итоге такого некачественного ремонта дом постепенно приходил в упадок, пока не стал аварийным. Сейчас работу ведет специализированная фирма, где признают, объект крайне непростой. Пришедший в негодность кирпич приходится демонтировать и вставлять новый. Угробленные цементной штукатуркой белокаменные блоки меняют на точно такие же, но современные. Возведенные, как попало при послевоенном ремонте, стены сносят. Как, например, вот эту, южную. В советское время в нее, как и в другие места здания, встроили немало металлических конструкций. Металл оставлять в стенах нельзя, потому что он приводит к расслоению кладки. Кроме того, в кладке фронтона и части этих стен очень много разнокалиберный кирпич использовался. Там и силикат, и печной кирпич, и кирпич второго использования. И поставленный в районе карниза кирпич вообще не как положено, а вот так вот на бок. То есть целостности кладки не было. В итоге часть стены, а также соседний угол пришлось разобрать, так как они могли просто обвалиться. В других местах тоже много чего посносили. Например, фрагменты, выстроенные из силикатного кирпича. Он при реставрации дореволюционных зданий убирается однозначно. Главная цель всех работ – привести дом в то состояние, как он выглядел при царе-батюшке. Вот эта центральная часть здания самая высокая. И обывателям может сложиться мнение, что это главная часть. На самом деле нет. Главный корпус вот он там, за моей спиной. Вот это флигель, а это позднейшая вставка конца 19 века. И теперь она обретает свой вид. Снова появится балкон. Вот тут появятся опять три окна. Ну и, конечно, фасад украсит прекрасный квадровый руст. Вот видны фрагменты, вот эти квадры. То есть квадровый руст – это имитация кладки крупным камнем. И теперь ее восстановят. Планируется, что в итоге дом будет иметь вот такой вид. Одноэтажный на высоких подвалах особняк с двухэтажным центральным объемом, карниз которого украсит кованая решетка. Что касается сроков, то, по словам реставраторов, заказчик их не торопит. Главное, чтобы все было сделано качественно. Продолжение следует...